Маленькие изменения. Туда-сюда переставила. Сама тоже платье изменила на садовую форму, чтобы что-то посадить. А у нас новое дело получилось. Возникло. Хачан, окей, извиняюсь. Мешают работать. Что делаем, как делаем. Оказывается, телевизор сегодня ставить не будут, потому что специальный инструмент нужен, чтобы хорошенько прикрепить. У него нет сегодня этого. Так что сегодня прикрепляем зеркало. Думаю, очень хорошая идея туда зеркало поставить. Там видна кухня. И очень красиво видно. Потом заканчивать покажу. Что еще делаем? Сейчас мы закончим. Сама армия. Я одна не справлюсь. Так что ждем мужа. Как солнышко красиво. Касается тюльпанов. Там мужчины работают. Красиво. Чем же хотела поделиться? Помните, да, в прошлом видео тесто на хлеб делала из свежемолотой муки? Иногда во время, когда про хлеб говорила, говорила, что нужно уметь читать тесто. Обычно почти 4, даже иногда 5 раз тесто вытягиваю, складываю. Потому что если холодно, очень медленно как будто возвышается тесто. В этот раз 2 раза подтянула. И уже чувствую, что это тесто почти готово к выходу. К последнему формированию. Поэтому, если я еще раз это задержу, погода у нас сейчас теплая. Еще подожду пока 4 раза, как обычно полагается во многих рецептах и техник. Если подожду еще 4 раза, чтобы 2 раза экстра сделать, тесто может потерять свои силы. То есть пока сделаю последнюю формировку, потом еще в холодильнике ждет, ферментируется. Может, когда уже в духовку, тесто уже бессильное и не поднимется. Поэтому вовремя нужно как бы тесто сделать, посадить на стол для формирования. Как трудно все объяснила. Извиняюсь, но так как получается, так объясняю. Видите, там почти ничего не осталось. Сама отлипла. У меня мука была не горячая, теплая, свежемолотая. Очень такая теплая, прекрасная мука. Это тоже ускорило готовность теста. Сделаю 5. С этой пшеницей еще не работала. Красная калифорнийская рогу пшеница. Там Айнкорн, одна зерновая пшеница, 200-200 грамм на килограмм. И белая твердая пшеница. В магазинной муке только 120 грамм с чем-то добавила. Мало-помалу магазинная мука, пшеничная, выходит из употребления, особенно для хлеба. Если есть возможность, купите мельницу. Это вам на всю жизнь внедрение. Лохое слово. Не то слово, но знаю, говорили, не помню. Отличное тесто, по-моему. Сейчас, не знаю, как это. Такая мягкая она. Это мне не очень знакомое тесто, честно скажу. Как вата. С этой пшеничкой, поскольку, не работала. Это Айнкорн все делает. Такая нежная, мягкая пшеница. Просто чуточку формирую. Это не последняя формировка. Здесь маленький кусочек остался. Долго здесь оставлять не буду. Почти готово тесто. Не хотите, чтобы оно совсем растерялось. 10 минут оставлю. Последнюю формировку, конечную. Сделаю и в холодильник. А холодильник у меня на самом холодном, на самой холодной настройке. Здесь у нас по номерам. Седьмой, number seven, самая холодная. То есть она у меня в холодильнике не только ферментируется. Подниматься больше не будет. Если у вас холодильник на обычной настройке, она еще может возвышаться. Иногда это нехорошо, если тесто поздно кладете в холодильник. Понимаете, да? Всегда нужно, чтобы чуть раньше времени. Не оставляйте надолго свое тесто. И еще хотела сказать про закваску. Закваска у меня только-только начала капать. Плакать, плакать, говорила. Это значит, она еще работает. Если вы тогда делаете хлеб, тесто, опять быстро, процесс быстро идет. Это хотела сказать, если что-то вспомню, по ходу расскажу. Пойду за формами. Видите, не мою. Через 10 минут можно уже формировать. Кстати, если смотрели передачу, где показывают передачу. Ну, передача получается. Я ведущая, где показывала, что покупали из магазина пшеницы. Эти, помните, хотела попробовать и сказала, что что-то там мешает, чтобы проживать. Просто так их невозможно есть. Оказывается, там есть мелкомолотая рожь и пшеница. Позвонила им. Нет, не позвонила. Месседж послала имел. Говорю, извините, как я могу эти использовать? Ну, обычные семена можно посыпать на салат, на тост. Просто так насладиться. Сказал, это лучше использовать в тесто. В тесто класть или хлебушек обволокнуть. Что-то в этом роде. Но в тесто не положила, потому что дети не любят, когда там семечки-мемечки. Но попробую разок. Мне само интересно, как на вкус. Там семена льна, семечки, кунджут, рожь и пшеница. Да, все. Ну, интересно, не смогла съесть, доесть. То есть, что делаю? Еще, наверное, заметили, что у меня уже хлеб никогда не покрыт мукой. Обычно, когда хотите, чтобы дизайн очень красиво, ярко выявлялся, муку, да, в формы добавляете. Я муку уже не добавляю, разве что чуточку рисовой муки, чем формирую обычно тесто. Потому что не хотите целый краст. Целый – это хорошая поверхность мукой, чтобы вкус муки был жареный особенно. Но печет и жарится. Потому что эти формочки с этой тканью не дают прилипнуть. Можно совсем немножко рисовой муки добавить, совсем не прилипнет. Это хотела сказать. Все, сейчас немножко. А вот если семечки добавляйте, совсем не липнет. Семечки. Семечки мой муж и дочка очень любят. Это с чия-сиц, с семенами чия. И немножко канаплю в это добавлю. И это впервые добавляю. Посмотрим, какой на вкус. Скажем так. Это моя мука рисовая, сама делала. И процесс пошел. Видите, какая нежная, мягкая, пушистая. И там даже нету специальной магазинной хлебной муки. Пушистая. И прикрепляем. О, забыла что-то принести. Это сюда положу. Если хотим, чтобы хорошенько лепли эти семена, семечки, можно побрызгать водой. Такой хлебный репортаж у нас получился в этот раз. Я думаю, многим это интересует. И во время наших влогов всегда стараюсь, что что-то кулинарное обязательно в них было. По возможности. Видите, как легко и просто. Даже обычную муку совершенно не беру. Можно рисовой. Она не дает липнуть. И так, прикрепляем, прикрепляем. Немножко водичкой брызгаем. И скажем сюда. И чтобы запомнить, что это тесто было семечками, сверху тоже сыплю семечки. Ну, если не хотите, сначала это испечь. Чтобы различать. И двигаемся вперед. Чуточку семечек сюда добавлю. Хотя я не советую в этот момент добавлять. Лучше в тесто добавлять, чтобы они как бы вместе с тестом, когда тесто уже развивается, чтобы семечки немножко примокли. Как бы познакомились с тестом. Сюда ходим. Липнущий был. С водой не побрызгала. Но хотим запомнить, что это у нас семечками. Это уже сделано, но покажу. Скажем, сформировали уже вот так. Если вот так сделаете, еще раз сформируете. и эти тонкие, нежные пузырьки лопнут. То, что и надо. Никогда не оставляйте тонкие пузырьки. Хай, Сиртос. Хай, Сиртос. Все, готово. С водой. Прикрепляем, если надо. Не волнуемся. И тюточку сверху. Упс. Все, закрываю. Целлофаном. Эти тоже надо. Обычно делаю. Видите, здесь пока я формировала, остальные пузырьки появились. Почему надо этих убрать? Чтобы потом, когда печется, это очень тонкая поверхность, как бы сгорает. иногда сгорает, иногда остается. Но эти пузырьки нам не нужны сейчас. Все. В ссылках эти формы поставлю. Очень удобные. Раньше думала, окей, с полотенцем лучше, но в полотенцу иногда липнут. К этим материал, этот материал специальный, линен называется, по-английски, не знаю, как по-русски, к этому не липнет. Артем, на двери открою. Эркухат откроешь. Эркухат откроешь? Окей. Иногда перехожу на мой родной. Что-то доставили. Муж говорит, что это доставили. Говорю, не знаю, уже с счета упала. Люстры, наверное, сегодня приходят. Шестого или девятого. Ах, что-то пришло. Но сегодня ничего не открывается. Сегодня у меня день, международный день садоводничества. Угу. Сказала, я держусь. Это мы доедаем. наш джем из Армении. И с этим хлебом. Так вкусно. Абрикосовый джем. Особенно с маслом. Сегодня еще борщ варю. Вечером. Этот хлеб будет просто прекрасно. С борщем. Хочешь с джемом тебе? Тебе без джема или с джемом? Какие у меня разнообразие предлагаю. Он любит что-то. Пусть ест и засахарится. Пожалуйста. Это себе и джемором сажать. Все-все съели. Почистили. Все съели. Мам, джан апрес. Это маме спасибо говорю. Угу. Это моя любовь. А вы любите. Конский шавель. Это потом я съем с черным хлебом. Парамчан, ты готов. Я чувствую. О, семена не взяла. Извиняюсь. Лили, я с джурсабаном танком, а у нас. Потейтос, тоцесальку. То, я верю вас там. Есть. Какие кусочки попал? Но. Не помните? Но, по панчезу. Она картофель готовит по аэро-гриле. На две половины делает соль, перец, чесночный порошок и орегано немножко. И сыплет маслом авокадо. В аэро-гриле где-то 15 минут на 400. И так вкусно получается. Промежуточно перевертывает. Это штуаром. Покатываешься. Я тоже недовладываюсь. Тяжелый? Нет. Ну, тяжелый. Не люстры, значит. Как хочется открывать. Забыли это в кувшин поставить. Хотя мне не очень понравились. Сранец это. После этого детям никогда не надо просить, чтобы купили цветы. Это хорошо покупают. Землю, удобрения правильно купили. Фото прислали, сказала да. А цветы не прислали. Это одет, не одет. Это, кстати, для электрика или сварщика. Это не садоводческий. Но чем богатый, тем и рады. Не нашла ничего. Германзук от тети Эллы из Капана. Спасибо большое, тетя Элла. Они никогда про меня не забывают. Всегда, если кто-то из Армении приходит, и варенье, и семена, которые не позволено переслать. Ну, думаю, не позволено. Лилит тоже привезла. И мама сегодня сказала, что надо, то есть мама сказала, что тетя Элла сказала, надо обязательно семена далеко-далеко сажать. Так они такие крупные растут. Сейчас посмотрим, как я буду эти мелкие семена так далеко-далеко сажать. Смотрите, какие они дети. Окей, думаю, так сделаю. Потом сверху еще один слой земли. Или не хочешь еще один слой? Он не хочет. Знаете, что сделаю? Туда подвину, семена посажу, потом задвину. Окей, эти пусть и останутся, ничего не случится. И сейчас чувствую, слышу ваши голоса. Игинешечка, садоводчество не твой конек-горбунок, говорите вы. Ты лучше хлеб пеки, это вы говорите. Но действительно читала такой комментарий и согласна с вами. Но все равно меня ничего не останавливает. Я хочу. Думаю, очень хорошо даже сажаю. Видите, как далеко-далеко сделала. Удачи нам, дорогие друзья, товарищи. Немножко так прикреплю. Думаю, правильно делаю. Если неправильно, уже поздно сделала. В этой стороне тоже гормонзук посажу. Гормонзук, по-моему, морковник на русском. Птички как красиво поют, да? Здесь, по-моему, у меня семена рейхана. Базилик. Базилик посадим. Пусть будет в этой части. Вот там по краешку еще хочу лук посадить. Немножко базилик. А здесь у меня, знаете, семена? Знаете, чьи семена? Маракуя. Наверное, нет, это здесь не посажу, потому что маракую хочу посадить в таком месте, где она могла как бы покрепиться и подняться. Наверное, там где-нибудь найду место посажу. И все, рейхан посажу. Место оставлю для лука. И у меня будет большой огород гормонзука. Я буду счастлива. О, помните эти лоби, фасоль большие, из Секамор Резорт, из Минвод привезла? Это тоже надо посадить, но не здесь. Около дерева посадим, чтобы взялась и поднялась. Это тут здесь останется. Немножко рейхан посадим. И сегодняшнее наше огородческое шоу Эгина Мичуриной закончится. Куда посадить? Наверное, в эту сторону. А здесь место оставлю для лука. Зеленого. Может, и не так сажают, но я не знаю. Я так сажаю. Сейчас, как нам помнить, где что сажали? Уже запомнила. Здесь у меня огород гормонзука. Здесь рейхан. Окей, так сделаю. Наверное, что-нибудь положу, чтобы запомнить. Здесь у нас место пустое. Это в заднем дворе у меня в горшочках зелень посадила. Лук, знаете, как беру? Лук не вывожу из... Когда хочу, как бы, забрать все, что мне надо от лука. Просто беру кончики, потом он опять вырастает, опять вырастает. Такое хорошее растение. Эти тоже, эти большие, нормальные. А это много... Это, если помните, из корейского магазина покупали. Подождите. Они из одного лучка, несколько маленьких так выходят. Очень нежные и красивые, как бы, гарниш получаются. Никогда из корней не вывожу. Просто беру сверху. Поняли, да, что говорю? Уже давно мы тебя очень хорошо понимаем. Говори, как хочешь. Это вы говорите. Геннадия, а где твои перчатки электрика? Забыла. Говорю, у меня руки или в муке, или в земле. Укрепляем. Немножко... Немножко... Неджерелевон, сэш. Замочу. Полью. И все. О, немножко минт места осталось. Можно мяту положить. Когда лук покупаю, скажем, только эти кончики отрежу и в землю сажаю. Куда попало, сажаю. У меня везде лук растет. Зеленый лук часто употребляю. Вкус нежный, чем у репчатого. Шалфей тоже есть. Шалфей так просто. Отрываете и кладете в землю. Поливаете и растет. Возле дерева поставлю. Вот так вот. И будет расти. Обещаю. Хочу избавиться от этих горшков, честно говоря. Очень много их у меня. То есть, где горшки стояли. Немножко удобрения и землю положу. И буду сажать, что попало. Ох, что-то плохое сделала. Вы сейчас меня ругаете. И Геннадий сломала всю зелень. Ничего. Главное, нам не сломаться. Все-таки одену, вы правы. Руки простыли. Так легче отделять. Какие корни, да, у мяты, видите? Но мяту тоже так убираю, скажем, кусок. И так и сажаю. Хорошо растет. Смотрите, в горшке им очень неудобно все корни. Видите, как удобрение потом куда-нибудь положу. Куда положу. Сейчас сажаем нашу мяту и заканчиваем наш репортаж из солнечного Лос-Анджелеса. Это как сорняк. Мята как сорняк. Растет. Где ей удобно, хорошо. Растет, распространяется. Даже если не поливаете. Если место хорошее, она растет. Домой понесу, засушу или табуля приготовлю детям. Все, что осталось из мяты. Думаю, очень хорошо справилась. Что в ней говорили, Эгина-джан? Как вы неправильно посадили эту бедную зелень. Уже поздно. Ты растет. Не беспокойтесь. Здесь у меня только это растет. Что сажаю, не растет. Лук растет, мята растет, шалфия растет. Кармандзюк плохо росла. Думаю, потому что в маленьком горшке сажала. И очень много сажала. Мелкие выросли. Что за новые собачки Арам появились в нашем Нейверхуте. Платье посмотрела. Это какое. Подходит. Корни удаляю, а землю в этот горшок добавлю. У меня здесь тоже что-то. Здесь могу дерево посадить. Очень глубокий горшок. Хотя что сажала здесь не растет. Зелень. Здесь опять луки, мята очень хорошо растят. Это пусть себе останется. Все, Арам, надо полить. Поливаем, заливаем и уходим. Не знаю, стоит ли чем-то покрыть. Но солнце не очень сильное. Не засохнут. У меня там листья есть. Сушеные. Сухие листья, то есть не сушеные листья. Все. Спасибо, оператор, за терпение. Терпеливый во всем терпеливый. Закончили. Сейчас это сюда поставлю временно. Это домой заберу. А это в горшок поставим. Если поместится, думаю, маленький. Закончили. Интересно, если не поместится в курс маленький. Люблю, когда она играет, но не любит, что внимание обращаем, как будто не слышим. Это не то. Я бы ныне тоже растила, смотрите, красиво. Это пока пусть посидит здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...